В минувшее воскресенье в России и за рубежом состоялся географический диктант. Традиционно свои знания по этому предмету смогли проверить все желающие. В Твери среди них были и военнослужащие Мигаловского авиагарнизона и члены их семей. Подробности у Романа Быкова. В Мигаловском гарнизонном клубе в этот пасмурный воскресный день собралось около 300 человек из двух воинских частей. Причем не только офицеры, прапорщики и солдаты, но даже члены их семей. С приветственным словом перед ними выступил Андрей Белоцерковский. Как известно, он не только зампредседателя регионального правительства, но и глава областного отделения Русского географического общества, которым на федеральном уровне руководит министр обороны Сергей Шойгу. Этот сам факт говорит о том, насколько важна наука география с точки зрения национальной идентичности. Потому что есть всего три вещи, которые определяют национальную идентичность. Язык, география и история. Командование части подчеркивает, географический диктант для военных – это не просто забава или ни к чему не обязывающая проверка своих знаний. Мигаловские летчики выполняют задачи по всему миру. А только на современные приборы надеяться очень опрометчиво. На электронику очень часто надеяться нельзя. И только те автономные средства навигации, старые дедовские, линейка, транспортир, угломерно-дальномерные наши средства навигации позволяют точно нам выполнить задачи. Каждый участник получал бланк, в который и предстояло вписать свои варианты ответов на вопросы. Их по очереди читали Никита Михалков, Мария Ситль и Сергей Шнуров. «Снежный баран, живущий на плато Путора. В каком регионе России находится это плато?» Итак, 40 пунктов, разделенных на две части по степени сложности. Первая – базового уровня из 10 вопросов, так называемый географический ликбез, составленный на основе общеизвестных фактов. Вторая часть требует применить образное мышление, системную логику и эрудицию. И Екатерина Якименко организует уже второй географический диктант в Мигаловском гарнизоне. «Прежние, кстати, написали очень хорошо», – отмечает она, подчеркивая. «Здесь мало просто набора знаний в голове». «Хорошо послушать, да, либо прочитать этот вопрос. В принципе, всегда ответы заключаются в самом вопросе. Ничего сложного на самом деле нет. По большей части это именно логика». Результаты географического диктанта станут известны 29 ноября. И чтобы их узнать, мигаловским авиаторам не надо будет снова собираться в клубе. Достаточно будет зайти на сайт русского географического общества и ввести свой индивидуальный номер с бланка участника.